Пришла сегодня влайн, пошла погулять, думаю, зайду посмотрю, что тут нового нашили. Лучок у меня вот такой, кеды, просто удобные, рыженькие, сумка и мой сарафанчик, мятый. Сейчас же модно всякие брелки на сумки навешивать. Вот я нашла влайн прикольные, стоит не так уж дорого, мне кажется, их надо брать дешевенькие. Мода пройдет, и было не жалко их вытянуть уже через три месяца. Вот этот красный какой-то слишком детский. Мне понравился больше вот этот серебристый, у меня просто такое украшение на шее есть, серебристое, прикольное. То есть ты типа вот так вот вешаешь, и это все свисает. Но конкретно на эту сумку с золотой фурнитурой, блин, вообще на Сен-Лоран, наверное, такой не вешает, это вообще трэш. Ну да, трэш. А я что-то подумала, что у меня вся фурнитура на сумках золотая. Я буду как цыганчина. Немного вам порнографии с моими сожженными феналами. Я просто пришла в платье, а тюдер какие-то шортики я не взяла. Мне очень понравился белый пиджак, он из льна. И здесь такие прикольные вырезы по краям. Вау, вау, шортами, джинсами короткими. Как будет клево. И на голое тело. Здесь можно кожурной лифт какой-нибудь надеть. Чуть-чуть его вот так будет видно, белый. С загаром, с короткими шортами. Очень хороший. Я взяла L, конечно же. Мне кажется, что пиджаки должны быть большие и прям широкие в плечах. Я даже XL обычно беру. Далина Сергеевна вызывали. Пришла на разведку, как строится наш дом. Примерно раз на неделю я сюда приезжаю на велосипеде, контролируя процесс. Все в порядке. Работы ведутся. Это я со своим домиком. Я в восторге. Кажется здесь красиво. Как мне нравится этот парк. Парк с прудами. И что может быть лучше просто. Я обожаю этот парк именно с 5 до 7 часов. Потому что начинается золотой час. И здесь такие красивые тени от высоких деревьев. И просто все светится золотым. Зелень какая-то не темно-зеленая. Она прям салатовая, светлая, аж золотым отливающая. Мне очень нравится. Я вообще жду индустрии, когда мы здесь наконец-то будем жить. Ну, посмотрите. Столько парочек влюбленных сидит. Просто чудеса картинки влюбленных сидит. Сегодня у меня день задротства. Положила на сайт новую юбочку. В восторге от фотографий, которые у меня получились. Вот реально, благо, вылезло солнышко. И я это все красиво поснимала. Ну, просто вау. От солнца просто натуральный свет. Такой яркий, сочный. И получилось передать вот ощущение, что сумка действительно очень теплого, такого молочного оттенка. Ну и здесь, да. Стирку немножко устроила. Параллельно приготовила ужин. Сделала картошечку с лисичками и луком. Я это очень люблю. И вот сижу в телефоне, монтирую кучу рилс. Сегодня день такой рабочий. Компьютерно-постирочный. Есть плюсы, что ты дома работаешь. Что-то там закидываешь в машинку, потом встала, немножко отдохнула, пять минуточек развесила, что-то еще помыла немножко, передохнула на десять минут. И дома чисто. И деньги есть. И все успеваешь. Угадайте, сколько я времени все это отглаживала, отпаривала и складывала. Два дня. Два полноценных дня. Сегодня вечер субботы. И я закончила складывать маечки. Это все белые, вот молочные. Заебалась. По-другому никак, скажем. Просто вот устала. Но все сложилось, все проверила, все уже. Точно в идеальном состоянии. Многое из этого уже купили. В основном берут белые маечки, конечно же. Но молочные также хорошо девчонки разбирают. Вот в таком виде все это буду хранить. Собрала в чехол, чтобы не пылилось ничего. И закрываем. И я купила новый топик для спорта в Лайме. У меня в основном все вот такие коротенькие. И мне как-то некомфортно бегать по вечерам. Люди пялятся, на голый живот, на попу. И так пялятся в этих леггинсах. Еще хочу какие-нибудь широкие шорты посмотреть, чтобы вообще ни один мужик даже взгляда не задерживал. И мне прям так понравился. Он хорошо прикрывает грудь. Вот в Лайме это спортивная линейка. Она сейчас уже подраспродана. Я разные померила. И с рукавами тоже на замке. И кофты какие-то были с капюшоном. Вот этот прям очень красиво мне показался. Также тренируюсь каждый день. Вот вчера делала силовую на ноги, на попу и на пресс. А сегодня хочу сделать кардио для разнообразия жизни. Немножко у меня проходят ножки. Теперь просто белые пятна. Но они меня, кстати, очень радуют. Пускай будут лучше уж белые пятна, чем вот эти коричневые полячки. И я просто похожу активным солярий. Вроде бы шрамов не остается, но фиг знает, как это действительно заживет. И пока что у меня все устраивает. Издалека вообще ничего не видно, что что-то было с ногами. Вообще супер ситуация. И причем это быстро. Правда, я спасателем мазалась раз пять в день. Но все достаточно быстро проходит. За две недели уже мне нравится результат вполне. Я даже здесь стесняюсь. Хожу в юбках, в платьях. Вообще пофиг. Пошла сегодня бегать. О, крем на подбородке. И вот заказы сейчас еще отнесу в сдек и на озон заодно. Вот такая у нас отправка заказов. Защу это все одной рукой. Она сейчас отвалится, если честно. Что-то я зря не взяла пакет. Нам было взять какую-нибудь маечку, чтобы оставить в сдеке заказы и просто выкинуть ее. Ну ладно, не додумалась. Я обычно в шопперах видите нашу. Ох, кошечка. Я тут снимала лисы в платье из трикотажа. Вот это кажется, что все очень легко и просто. Там видео буквально на 15 секунд. Но по факту накрасься. Причешись, соберись, купальник надень, платье отпарь. Хотя, кстати, не надо его парить. Но остальные платья отпарь. Поясок надень, пузо вдохни, красиво повернись там. Ой. Короче, куча всяких разных деталей. И я вот переснимала уже, наверное, 100 дублей. И надеюсь, хотя бы сотово мне понравится результат. Я пришла похвалиться новой сумкой. Ура, ура, ура. Я шила сумки. Ура. Обновочка в магазине Коломбо. Долгожданная. Тш-та-тш-та-тш-та-тш-та-тш. Тш-та-тш-та-тш-та-тш-та-тш-та-тш. Ура. Сумка, которую все ждали. К началу лета я сделала ее к 1 августа. Но все равно продажа, на самом деле, на нее так и прут. Я вообще не ожидала. И я обычно, знаете, праздную первую последнюю продажу партии. Ну, там, что-нибудь вкусненькое скушаю. Вино выпьем как-то так дома. С любимым это обсудим. Отпразднуем меня поздравят. А тут, блин, просто я только забрала из цеха. И все, паковать, 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 паковать. Я себе-то урвала, блин, первый образец. И то его сразу же продала. Он, конечно, просто отлетный получился. Это сумка из джинсы. Она очень-очень плотная. Она такая молочная. Чуть-чуть теплее, чем просто белесый самый первый оттенок. Первый белый оттенок, он обычно такой холодным-синим отдает. А я делаю чуть более теплые тена, чтобы нам всем как-то румянец к лицу. Вот сюда подчеркивать. Вот в платьях, например, чтобы вы загорелее были. Но все-таки это же вещи такие светленькие, которые мы в теплое время года надеваем. Поэтому я делаю более теплый оттенок. Там второй или третий по палитре он называется. И вот эта сумка прям такого же цвета, как трикотажное платье. Она получилась плотная. Вот с такими шнурками толстыми. Здесь мы, короче, вставили два шнурка. Мне сказали в цеху, чтобы наверняка вот это вот все стояло, чтобы валан держался. Мы вот здесь толстую строчку отстречили. Здесь внутри два шнура. Потом это все вот так красиво присобрали. И вот реально, когда вы накидываете на плечо, это вот так вот держится. Ну, по-моему, просто перфект. И внутри какой этот подклад. Я вообще в восторге. Подклад сделала в цвете капучино. Также внутри есть карманы для разных мелочей. Там ключи кинуть, какую-нибудь кисточку. И вот здесь я платье положила, чтобы сумка была более забитой. И вот такой подклад, он весь насквозь просроченный. Тоже красивыми нитками в тон. Вон этикетка снаружи сумки есть, но она не прошита через подклад. То есть этикетка пришивается на моменте раскроя ткани. Ее как бы не видно, когда вы сумочку выворачиваете. Вот видите, здесь вот такая вот этикетка. Она прям в тонкой этой джинсе. Моя этикетка коломба бежевая. Она чуть-чуть, ну там на два тона теплее, чем сама джинса. И я пришила ее теми же нитками по цвету, что и бирка. И мне очень понравился этот эффект. По всей длине, по ширине. Вот так идеально. Ровно для этого. Я прям стражилась, она в цеху. Я говорю, так, пришивайте так, чтобы этикетка не стояла волдырем после стирки, после глажки. А то бывает их не ровно прошьют. И они как бы вот так вот собираются волняться. И поэтому вот прям идеально раскроили, когда ткань еще прямая, отглаженная. Продекантированная, это правильно называется. Кладете этикетку, по периметру пришиваете. Везде одинаковый отступ. Я их прям реально заколебала, чтобы отступ был и сверху, и снизу. Везде 0,2 примерно, чтобы все совпадало со всех сторон. И вот она вот так вот с краю была. Тоже я замерила на образце. Мне нравится ее длина, что она вот мне на рост 170 примерно по середину бедер. Не слишком длинная, что идешь, она у тебя получится здесь где-то в ногах. И не короткая. Здесь реально ручка длиннее, чем сама сумка. То есть акцент все-таки должен быть на ручке. Если бы она была вот так вот покороче, ну посмотрите, как это смотрится по-бабски сразу. Дешево, куца, некрасиво. Ну что это за маленькая ручка? Вот она в подмышку бы вот так упиралась. Я ненавижу такие сумки, которые вот у нас в подмышку вырезаются. Тем более, когда мне что-то положило, она стала объемной. Вот так рука свешивается. А я сделала ее вот такой добротной. И что можно ее носить на пляж. В принципе, внутри ткань не белая, не светлая. Тоже думаю сделать прям в тон. Подклад какой-нибудь беленький. Но все-таки, если использовать сумку как пляжную, то там что-то испачкается. Был какой-то песок. В помаде крышка откроется. И все это потом фиг отстираешь. Поэтому я сделала подклад потемнее. Он такой вот как плащовая ткань. Знаете, вот немножко шуршащая такая. Слушайте? Этот подклад не просвечивается. То есть для меня было важно, чтобы яркий подклад у вас на солнце не виднелся через саму джинсу. Джинса реально очень плотная, удачная. При этом она не тяжелая. Вышла, а то бывают, знаете, прям джинсы такие толстые-толстые, которые сами по себе вот прям на теплую погоду. И от них жарко. Думаю, ну вот летом ты накинула на плечо, и тебе уже жарко от этой сумки. И плюс она еще тяжелая сама по себе. И нагрузила ее. Нет, джинса вот именно как надо. Такая средняя плотность. И, блин, мне вообще обалденно понравилось. Все девчонки писали, что сумка великолепная, что очень крутая, очень ее хотят. Да, скажу правду, что брали не все. Писали, что обалденные все. Но покупали вот сначала мои постояшки, потом уже потянулись другие девочки, потому что все-таки она дорогая. Я офигела, сколько она вышла в себе стоимостью. Вот кажется, да, что простая вещь. Ну, куча всяких деталей, вот эти вот шнурки, по две штуки в каждой ручке. Потом сложная сборка, сложный пошив. Это сначала бирку вот накроить, бирку пришить. Потом подклад тоже пришить, чтобы внутри не было никаких швов, чтобы все здесь было красивенько, аккуратненько. Потом эти карманы пришить. Потом еще закрыть все швы на самой сумочке. То есть вот здесь ничего не видно, все вот так вот аккуратненько в тон. Плюс джинса плотная, по ней сложно работать. В общем, в пошиве она вышла дорого. За сам пошив, за расход подклада, за расход джинсы, за расход всяких мелочей фурнитуры, ниток джинсовых и всего на свете. В общем, она вышла не дешевой, но она того стоит. Я уж прям реально вся была на первых, что думаю, сумка, ну, больше летняя такая. Хочется ее носить летом, и сейчас с джинсами, там с плащиками какими-то белыми, с маечкой-алкоголичкой, с шортами. Но выпустила я ее в начале августа. Но нет, реально даже за 7 тысяч рублей она почти стоит 6-800. Девчонки прям ее активно покупают, берут и говорят, я еду в отпуск в августе, я хочу купить, давайте скорее. Многим я отдавала просто курьерам по Москве, потому что спешат уже, в отпуск вылетают. И вот без проблем покупали. Да даже с плащом бежевым будет очень хорошо. Она такая в этом плане универсальная. Мне кажется, белая сумка, это вообще ко всему. Это вот просто джинсы, белые кеды, белая майка-алкоголичка моя из конопли. Ну и самое главное, девочки, бутылка влезает. Можно идти к подруге в гости. Смотрите, она еще прям так хорошо здесь сидит. По размеру здесь она бы еще в длине, одна бутылка бы влезла. То есть вот заканчивается бутылка, можно было бы еще в одну пихнуть. Супер, ну супер. Идем к подруге тусить. Я еще довольна. Тушь-та-тушь-та-тушь-та-тушь-та-тушь. Тушь-та-тушь-та-тушь-та-тушь-та-тушь. Мы вчера с мужем делали на складе небольшую перестановку, потому что коробки заканчиваются очень быстро. Вот так вот выглядит большая коробка в разобранном виде. Это просто дохренище место. Вот здесь вот, блин, половина из того, что стоит, уже вещи все распроданы. Это все коробки. И вот что-то все стали заказывать. Именно, по-моему, несколько вещей, которые влазят только в большие коробки, маленькие, лежат без толку. И прям просто вот так вот я успеваю только заказывать, заказывать, заказывать. Ну, раз в два месяца я заказываю коробки. А это просто вот такой тяжеленный огромный груз. Я плачу СДЭКу за его доставку, чтобы домой принесли. Плюс они вот стоят. Ой, жуть. Ну, ладно, это же хорошо, когда есть заказы. Просто вот вчера мужа просила мне все это переставлять и доставать. Я их сроду вообще не подниму сама. А я сейчас буду снимать еще рельсы. Сейчас переоденусь. Я хочу поснимать видео с юбкой и сумкой, как это все вместе сочетается. Дело с этим, с костюмом капучино. Сейчас я вам покажу, как смотрится подклад с шортами капучино и с рубашкой капучино. Причем этот цвет подобрался абсолютно неосознанно. Я просто заказала несколько подкладов. И мне понравился вот этот оттенок. Мне кажется, он выглядит дорого. И не слишком желтый. И не какой-то холодный серый. Он прям серо-коричневый интересный. И вот с этим костюмом он, конечно, идентичен. Я вот так же на сайт пофоткала. И хочу еще поснимать рельсы с юбкой и майкой-алкоголичкой. Мы будем переезжать. Будем переезжать в нашу квартиру прошлую. Мы жили в Люберсах, я вам уже рассказывала. И мысленно я прощаюсь с этим офисом, с этой квартирой. Мне, конечно, это ужасно тяжело дается. Потому что я привыкла, что у меня вот здесь рабочая комната. Прямо в квартире. И я в любой момент быстро собираю девочкам заказы, когда они что-то хотят курьером заказать. Я просто за пять минут с утра встала, ночью спать ложишь, вообще не важно. Пишут там, хочу платье. Все, пять минут заказ собран, заказывайте. Я готова отдать курьеру. И получается у меня здесь вот такие расходные материалы, типа коробки лежат, там пыльники, вот эти все. И для меня это очень быстро и удобно. Когда я вижу с утра заказ, я тоже встала с утра, у меня уже все вещи отпарены, сложены. Вот они лежат. Пижаму вот в таком виде, например. Заказали пижаму, я хоп, ее взяла в пыльник, коробку, все. Отдала мужу, он заехал, сдек уже отправил. То есть отправка получается очень быстрая. Когда-то я сама хожу, когда-то, когда много заказов, приезжает помощница, чтобы это все не таскать мне. Но в этом плане офис в квартире, это просто обалденно. Плюс я здесь снимаю в зависимости от света. Свет в Москве и солнце это редкость. И когда я вижу, что солнце вот вылезло, как сейчас, я бегом-бегом просто одеваю вещи, которые вот у меня наглажены, образцы все готовы, встаю вот на фоне и фотографирую, сделаю видео. А когда пасмурный день, я тоже там, ну, смотрю по прогнозу, что будет тепло. Я такая крашусь, привожу себя в порядок и тоже вот на готове поделать фотографии. Я знаю, что с 5 до 6 у меня всегда обалденный свет с юга-запада. Я на готове. Но, блин, когда ты работаешь в офисе, когда ты снимаешь отдельную какую-то зону, вот мы сейчас смотрим, что вернемся в нашу небольшую квартиру 35 квадратов. И я где-то буду рядом снимать не просто склад, как сейчас, такой некрасивый, рабочий, темный, а мне нужен уже какой-то склад офис 2 в 1, чтобы он был светлый, чтобы там были большие окна, как здесь у меня, чтобы была солнечная сторона, чтобы тоже я влезла, ну, разместила вот этот фон, это все влезло, вещи влезли, коробки. То есть это уже для Москвы такие будут цены на склад. Я даже не знаю, правда, куда я буду съезжать, что я буду делать, как бы некрасивый какой-то склад для хранения найти на раз-два. А зону, место, где мне будет приятно работать и снимать, то есть я как нормальные люди буду вставать с утра, завтракать, краситься и уезжать на работу, сидеть на складе и просто куковать вот так вот, смотреть на это тусклое небо, ждать, когда я смогу пофотографироваться. Ну да, в этом есть плюсы, что как-то я на работе, что я не отвлекаюсь от домашних дел, что вот у меня полноценный рабочий день, я сейчас в офисе нахожусь. Но при этом как бы подгадывать под солнце, под свет, таскать с собой постоянно какие-то туфли, вещи мои личные, в которых я просто делаю контент, но это же невозможно. И вот часть вещей иметь дома, часть вещей иметь на работе, в офисе, туда-сюда мотаться, все это таскать. Я не знаю, как все это организовать. Правда, пока что очень по этому поводу переживаю, расстраиваюсь, потому что вот этот формат, где у меня офис, рабочая комната, она небольшая, она здесь где-то 9 квадратов, но это просто мой рабочий угол, где я могу спокойно в любое время закрыться, сказать тому же, все, я на работе, не трогайте меня, оставить какую-то немытую посуду, что-то неубранное в квартире, забыть про это и вот здесь спокойно поснимать. Это же просто идеально. И для меня этот формат очень удобен. Я не знаю, как это работать в офисе, как это люди вообще делают. Я вот смотрю на блогеров, что они, да, снимают себе офис, и у них там как раз стоит уже всегда выставлено оборудование, свет, чтобы в любой момент приехали, поставили камеру, снимаете. Это тоже в этом есть удобство. Но так как у меня большая одежда, и мне нужно много пространства, мне нужен красивый ремонт, мне нужно там хранить какие-то туфли, кожанки, сапоги, да вот даже вот я 2 дня назад снимала рилс со своими кожанками и сапогами. Ну что, мне их не носить и все время в офисе держать, или на своем горбу таскать каждый день? Ну, не знаю. Стараюсь пока настраиваться на лучшее, наверняка найдется какое-то клевое место. И при этом хочется, чтобы это тоже был недорогой офис, потому что мы делаем ремонт, и там нужно все деньги туда вкладывать. Это достаточно дорого сейчас, ремонт. Вещь обалдеть какая дорогая. Зато, знаете, я порадовалась, что мы будем опять жить в нашей квартире 35 квадратов. Мы когда там жили, я себя чувствовала прям такой влюбленной, такое вот единение. У нас единство было, что места мало, и мы тогда вот только съехали, стали в этой квартире проживать, и мы всегда были вместе. Даже когда каждый своим делом занимается, мужчина там сидит, что-то ковыряет, сочинит, там, да, я рядом сижу, ноготочки пилю. Ну, вот то, что вы в одной комнате все это делаете, то, что вы друг на друга всегда наблюдаете, болтаете, то есть мы все время разговаривали. Кто-то в ванну пошел моется, кто-то в спальне, мы разговариваем. Мы разговариваем, кто-то готовит, кто-то там что-нибудь спальне делает, тоже все слышно, мы разговариваем. Мне вот это очень нравилось, и мы просто постоянно ля-ля-ля-ля-ля на контакте. Хотя работали дофига, конечно же, муж приходил домой в 12 ночи, и я уже уставшая валилась. Но все равно как-то вот было единство вот это. А сейчас квартира огромная, и мы в первое время очень просто орали друг на друга. Я нахожусь в той стороне квартиры, он в той. И мы друг другу скажем, алё-ля-ля, ты чего не отвечаешь? Ну и как-то чтобы встретиться, поговорить, нужно уже прям реально собраться, вот съесть, приготовить ужин. Я на кухне, он на балконе, все, мы друг друга не слышим. Поэтому надо полноценно уже собраться, усесться, сесть за стол и разговаривать. И плюс у меня ощущение, что мы время вместе не проводим Когда мы в разных комнатах У каждого еще своя ванна Это как бы удобно Он там 3 часа в ванне что-то делает Бреется, я 3 часа в ванне маски делаю Мы как будто вообще вечер раздельно провели А когда все едино Мы вместе в ванной стоим Намываемся, умываемся Вот это хорошо Поэтому я буду рада Еще больше, мне кажется, укрепится любовь Единственное, что да Офис, блин, девать не надо Мой любимый угол с обзором Всегда завтракаю и обедаю Глядя на офисы, на людей, которые там работают А я тут в телефоне дома работаю Стала совсем уж попепитаться Здесь у меня тунец из консервы Яички, помидорки Много полезного ПП хлебца с сыром Не при вас Надела белую майку Алкоголичку Юбку белую Я, кстати, купила на Ватберис невидимки Прозрачные резиночки И вот завязываю узелочки Но как-то, когда вручную завязываешь узел Вот как я сейчас Он получается как-то более красивый Здесь можно все подправить Заправить Вот так вот это все держится Мне больше нравится без резинки А когда резинкой Это все сдавливается И получается как сопля Вот так вот висит Я, короче, завязываю прозрачными резинками Невидимками Только когда две майки надеваю Перебирала здесь на днях майки Я так заколебалась, вы бы знали Проверяла каждый шовчик Потом подпаривала Потому что все равно Они ехали вот так вот согнутые Там в четыре раза Да, вот здесь уже Какие-то шовчики помялись Я люблю, чтобы Когда вы вещи распаковываете У вас были сгибы Только вот в местах Где я сложена майка Вот в таком виде примерно Я ее отправляю Я хочу, чтобы был сгиб Только вот реально там Как она вот отложилась Сложилась, пока ехала к вам В другом месте Чтобы она была идеально ровная Ну вы поняли, да? Я немножко с заскоками Но я хочу, чтобы было так Ну там бывает действительно Когда коробка совсем убитая Почты, допустим, ехала очень далеко Уже вся вещь будет мятая Ну это ничего страшного Это просто вот момент с доставкой такой И я проверяла намятость На качество пошива Мне не понравилось На углах вот здесь Вот было недостаточно закреплено То есть друг на друга шов находил Но не было крепкой закрепки Вот такое, чтобы Ну вот знаете, утолщение какое-то На нитке, чтобы после кучи стирок Это все не поползло И я вот это вот сказала В общем, я акцентировала внимание Цеха по этому поводу Что вот хочу, чтобы были закрепки Потому что после пары стирок Нитка может поползти И вот вся майка распустится Они мне написали Окей, все будем знать Следующих партий будем по-другому делать И попросили распороть все низы Я сидела Вот я вижу, да, что не очень зафиксировано Казалось бы, тянешь нитку Она хорошо ползет Вот как будто бы вот-вот Эта майка после стирки вся расползется Конечно, я такую отложила Но потом, когда начинаешь ее распарывать Она просто намертво стоит Там как будто, я не знаю, 10 раз прошито Распарывать вещи Это такая жуть Это так сложно У меня болели Пальчики Вот эти все ужасные У меня как будто не развита мелкая моторика Рук абсолютно И я сидела каждую распороть Я, наверное, первые две майки распарывала Минут по 20 каждую Мне это казалось безумно сложным Я уже натерла все подушки пальчиков Мне уже не стали болеть Я сделала паузу Думаю, ладно, завтра этим займусь На следующий день я взялась уже Порезала и стыкнула себе ножиком По пальцу у меня все в кровище А майки, блин, белые Нельзя их испачкать Я такая, ладно, завтра сделаю Короче, три дня Я вот так вот такая После обеда, после работы, после съемок Что-то садилась И пыталась распороть Потом я уже приноровилась Поняла, как надо, где подрезать И дальше уже нитка хорошо ползла Я все равно так устала распарывать вещи Я не представляю, как швей это делают Как шить У меня пальцы все в мозолях болели Дня четыре, наверное, еще Как это люди шьют Это же просто невыносимо И вот я все распорола Девчонкам отдам На следующей неделе тоже поеду в цех забирать новинки И вот тут реально такая большая подгибка Я вот распарывала Что-то какие-то образцы платьев я еще распорола Топики Это так все сложно Это охренеть Я же сама не шью Я вот только вижу готовый результат Образец и что-то меняю А когда ты распарываешь Я вижу, что там вот в платье был Один шов в другой Вот так загнуто прошито Потом дальше рукав пришивается Опять прошито Потом низ пришивается Еще раз прошито Там реально на десять раз По одному и тому же место практически прошито Я охренела Думаю, жесть Как это люди вообще шьют Как они все это делают Это невыносимый труд У меня бы уже отказали руки полностью Я бы вообще их не чувствовала И это же работают женщины всегда Им нужно еще домой прийти Поесть, приготовить Помыться, поубираться Там ванну почистить И это все делается руками То есть у меня и так руки устают От того, что я пакую Складываю Все время что-то заворачиваю А здесь еще и шить Такая вот мелкая работа Что я думаю, жесть Надо ценить всегда швей Я вообще всегда своим девочкам Очень рада платить хорошие цены За пошив Потому что Ну они всегда стараются Всегда все качественно делают И если изредка появился Где-то косяк Ну это просто от незнания От того, что пришел новый человек Я в этом абсолютно уверена Они специально никогда не хотят накосячить Ну кто-то поленился Кто-то спешил Ну человеческий фактор всегда бывает И просто надо сразу говорить Чтобы это не пришло К какому-то конфликту Посмотрите какой красивый райончик Это я от своего дома еду на велике К своему будущему дому Вот решила прокатиться Все-таки там парк Возле будущего дома нашего Я туда часто езжу на велике побегать Или просто погулять А здесь буквально пять минут На машине до Садового При этом здесь так тихо, спокойно Я как-то от Симбола Вот Симбол я еще рассматривала На площади Лича От Симбола прошла в Гулаб Посмотреть Там же разные корпуса И вот дошла вот сюда К этому красноказарменному парку Красногвардейский Вот он так называется И мне здесь так понравилось Уходят сплошные пенсионеры Никаких бонжей Ну и глизи Детки Чисто, зелен Так мило И все Я облюбилась в это место Дальше я уже рассматривала Только на этом районе А потом, когда нашли уже на ЖК Ну все Я уже вдвойне влюбилась Даже ничего другое не рассматривала Мы прошлись на выходные На 95-го года Дошли пешком от ДТК От метро 95-го года До центра, до Садового Дальше за парку прошлись Потому что все-таки я люблю гулять И если мы ушли в машине То мне важно, чтобы было красиво погулять У меня вот такие были запросы Чтобы я вышла И с удовольствием до центра дошла Дальше, да? Двадцать минут Меня это как-то сняло Прогонка приятная По красоте По Москве Я хотела такого Но Куда мы идешь Какие-то грязные хрущевки стоят Пром-зоны Вокруг сплошные заводы Ничего красивого Я вообще раздумала Как хорошо Что мы не взяли на 95-го года Ничего Как хорошо, что мы остались На своем районе Здесь рядышком По красоте Чистоте И здесь тоже, конечно Мы площади и веща В этих районах ТТК На, допустим, Красных Воротах Бамонке Вот это все тоже были бывшие заводы Но их отлично Быстро сносят И строят новые Ложекадные Здесь прям взялись За это место И здесь, я думаю В общем, будет Нетвижимость дорожать Поэтому, я считаю Вполне мы хорошо взяли Прям хорошую инвестицию сделали Я люблю Восток Москвы Мы сами Официально Их вносят Их вносят просто на глазах Вот мы здесь Зимой как-то ходили Искали машину В каршеринг Еще тогда Каршерингом пользовались И были вообще Справа, слева Заводы Рабочие Шли домой А сейчас уже Все это Быстренько Лавочку прикрыли И будет отлично ЖК рядом Вот с парком Вот этим Вот такие вот Сталинки У меня вызывают Полнейшее восторг И умиление Я бы с удовольствием Купила курсеры На верхних Рассажах Вот с этими окнами Полукруглыми Высокими Романтичными И дом снаружи Вроде ухоженный И парк рядом По-моему Очень мило Если и брать Таруфон То что-то вот такое Но Конечно Там такие ремонты Внутри Что нужно вложить Еще ого-го Сколько денег Еще плюс 10 миллионов К вашему бюджету На ремонт Однозначно Ну как вы поняли Мы будем жить На Бауманке Метро у нас будет Бауманская И я там смотрела Еще несколько ЖК На Бауманке Мне понравился Апарт-комплинг С Манхэттен Тоже возле метро Прямо Но апартаменты Я конечно Их даже не рассматривала Но я видела Что там живут Блонеры И у них там Высокие потолки Пятиметровые У них там были Окна такие Во всю стену В общем здорово Если ремонт сделать Конечно можно конфетку Из этого сотворить Но апарты И вот я гуляла На выходных Что-то там Прошлась от нашего дома Будущего До вот этих апартов И там вечером В субботу Что в 9 вечера Была такая тусина Так было здорово Там куча кафе На первых этажах Какие-то цветочные Магазины Кальяны Люди такие Все приличные Чуть снова Там их Процелит работать Процелит просто Кальян Курит Картель Ее так здорово То есть неотвежуха Ну то есть конечно Жить нам на постоянку Я бы вообще никак не хотела У тебя вот это Шум гамп Одохну Я вообще люблю Тишину и покой Уединение То есть какие-то Кальяны Тебе воняют Ну нет Ничего не мой вариант Но в плане того Что сходить Вечером в субботу На районе Просто посидеть На летнике Выпить коктейль Мне кажется Это идеально Я была так впечатлена И вот Реально Я сейчас Ни в коем разе Вообще Не сомневаюсь В нашем выборе Я думаю Что мы купили Самое лучшее место В Москве Под наши запросы Под то Чтобы был и парк И метро рядом И движуха какая-то На районе Куда сходить И при этом Еще сам район Красивый Такой исторический Где можно погулять Реально Альтернатив Даже нет На садовом кольце Если жить там На садовом То Шунгам Вот эти Какие-нибудь Бомжи Студенты Бухающие Нигде не припарковаться Не сходить в продуктов В первое время Конечно На стрессе На этом всем Я попереживала Пару недель Думала Нет Может быть Зря Такая ответственность Такое решение На себя Взяли Такое Или Может быть Надо было Тут посмотреть Или тут Еще подумать Тут взять А сейчас Понимаю Что Реально Лучше Просто Нет Что за красота Что за Лепота Куда Доехала До Красных Ворот На садовом кольце Дальше Дальше уже Мира Очень близко Первый раз Когда до мира Доехала Вообще Поразилась Думаю Что Москва Такая маленькая Почему я уже На проспекте мира Готовлю Готовлю Тевтельки Сегодня придут К нам В гости Мальчики И на фоне У меня Конечно же Крузится Ютубчик Ук Валяется Но Тевтели Будут хорошие Сначала Обжариваю С каждой стороны Потом Уже Куда Воду Заливаю Чтобы Рис Вариус